Включили. Ок. А, вот. Сейчас. Заширить скрин. Ой. Мне не дают этот самый скрину заширить. Подожди, подожди. Все правильно. Я тебя должен сделать ко хвостом. Ко хвостом. Ты ко хвост. Теперь ты ездишь. Мне сказали, что только хвосты имеют. То есть хвосты не имеют права. Теперь ты подобие хвоста. Ага. Я тупо оставил, интересно. Там картинка, на которой должно быть пример из Мишлей. Не картинка, вордовский текст. Да, да, да. Вордовский текст. Да, да, да. Все, видим. Его большим и красивым. Да, можно так. Нас интересует вот эта часть стиха. Сейчас ее. Вот она, пусть светлая. Вот прошлый раз, когда говорилось про слово руэя, да, пости. И в слове ра плохо. Я как-то довольно уверенно сказал, и реа, друг. Я довольно уверенно сказал, что слово рэа, который вот на русский неудачно переводится, или удачно, переводится словом ближний, имеется в виду родственник. Значит, ну вот в Ахавтала рээха камоха возлюби ближнего, как самого себя, там как раз вот это слово рэа, друг, ближний. На самом деле, я еще раз говорю, что это слово лежит рядом с словом раца, по переходу айнцадек, который имеется. такой, он сложный разговор. Но я для того, чтобы вот поговорить на эту тему, кто, как надо понимать слова, привожу цитату из книги мудрейшего из мудрых, а именно царя Соломона. И я имею в виду, конечно, книжку Мишлей, притча царя Соломона, глава 13, стих 20. В традиционно этот стих, ну, традиционно, я сейчас забыл посмотреть, как его переводят на русский Мишлей 13, 20. Кто идет с мудрыми, тот будет мудр, а кто дружит с глупыми, согрушен будет. У меня давайте я на русский поставлю. Еще русский перевод поставлю сюда. Значит, значит, итак, это лишнее, чтобы не входить в проблемы. Значит, Голэхэтхахамим, Голэхэтах икида, Галах, слово, Эдхахамим с мудрецами, Эд, это который, ну, для тех, кто знает иврит, я буду говорить в данном случае. Значит, чат просто открыть, чтобы следить, если мне вопросы по ходу дела задают. Значит, открыл. Значит, Эд, это который, для тех, кто знает иврит, есть два предлога Эд, один предлог винительного падежа, который ото его, да, а есть предлог С, который с ним, и то. Они отличаются в спряжениях. Так вот, это тот, который и то, С. Значит, тот, кто идет с мудрецами легком, станет, наберется мудрым, наберется мудрости, ну, будет мудрым, мне не очень нравится. Идущий с мудрецами поумнеет или умудрится, то есть, наберется мудрости. Да? Нас интересует вторая часть фразы, которая, у меня перевод Давида Есифона, который я выставляю в таких случаях. А кто дружит с глупыми, сокрушен будет. Вот. Значит, где вы видите, значит, я, если я современный читатель и знаю современный еврит, а не библейский еврит, то слово роя, я понимаю однозначно, это пастух, да? лирот пасти, к селим, это библейское слово в современном еврите практически не употребляется, а как ушедшее в прошлое, это глупцы, дураки, вот такое вот слово. Значит, е-роа, вот это е-роа, который переведен, сокрушен будет, да? Каким образом оно получается? Вот теперь я хочу заметить. Получается так, пастухи, пасет дураки, дураками ему будет плохо. То есть, первое, что приходит в голову, что слово е-роа в конце вот этой часть. Это ясно, что здесь что-то связано с чем-то плохим. Так вот, анекдот состоит в том, что пасущий дураков это не пасти, здесь это не тот глагол. В данном случае это дружище с дураками. То есть, вот реа это даже не дружить, это быть приятелем, это приятельство. Тот, кто в приятельских отношениях с дураками, вот теперь е-роа в данном случае, конечно, тот самый корень, который я упоминал в прошлый раз, это вот этот корень. его принято писать именно с вавом, ну, квадратный корень такого типа, я не буду объяснять, почему так принято это делать, вот, это вот такой вот корень. Слиха квадратным корнем называется корень из четырех букв, правильно? Не то, это удвоенный корень, давайте по-другому скажем, это удвоенный корень, когда удвоено две последние буквы. Шамам, например, шамам, шамам это сделать пустым, баз, причем они регулярно бывают, между прочим, эти корни вот с удвоенными последними регулярно эта последняя буква выпадает, например, баз, грабить, лавуз, да, базаз, грабить, то же самое слово, и оттенков практически нет. Какой-нибудь еще пример? Бар чистый, да, Барар выбирать, да, это полно примеров. вот это тот самый корень с удвоенной последней Айном, значит, и это вообще вот в этом виде это быть шатким, хлипким, а Ле Гария, если его перевести в Ефиль, то это будет разбивать. Значит, по этому поводу у нас в конце секунду, секунду, если можно, я не очень понял последнее. Как ты сказал разбивать? Ле Гария? А Ефиль будет вот таким, сейчас я напишу его Ефиль, Ефиль будет у него вот такой. Ну, Ле Гария это что-то тебе приветствовать, нет? Они связаны на самом деле. Обсуждали. Давайте, давайте я привезу цитату просто. Ты на пэц бешевет борзель, разбей железным скипетром, ну, или железным прутом, бешевет борзель, кикли йо црем, йо тыкли йо цер, как сосуд горшечника, то есть, как глиняный горшок, да, терраем, разбей их, это еще раз, вот это, вот этот корень. Вот Ленафет и разбивается там вот этот самый корень. Откуда Айн второе пропало? Да, второе Айн пропадает, он удвоенно в глаголах регулярно пропадает в Ефиле. Но это не смысл, что ему будет принесен как бы ущерб в зло в смысле, а ярвол в смысле как и будет разбить. Обратите внимание, сокращен будет, вот перевод, вот ровно то, что я сейчас говорю, это ровно то, что делает Давид Есифон. Это не ему плохо будет, а он будет сокрушен, он будет развит. Это, по-моему, комментарии, по-моему, это митсуда Давид комментирует так. И Родак так комментирует. Я бы сказал бы шатнен, но может быть, я неправильно. Нет, 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 не будет шатнен, а будет именно разбитым, так это комментируют, я говорю, так это комментируют, но из классиков, давайте посмотрим, кто из классиков, вот у меня открыто, и посмотрим всех комментаторов сюда. Героя, Героцец, Раши, разбивать, Эгбен Эзра, Роэ, Мелосон Раэха, Героа, Ешабер, значит, Роэ, это от корня Рэха, обратите внимание, он, так как это редкое, Рэа редко встречается, слово, а слово Рэха все знают, который ближний твой, то он приводит просто цитатами, Рэха, Роэ это приятельствовать, Героа, Ешабер, будет разбить. Мецудат Давид, Роэ, Гамахабер, от смолы к селим льетло лэры им, Ешабер. Но это уже чуток по-другому. Нет, то же самое, тот, кто соединяет с дураками, чтоб стать им товарищем, Рэа, только множественное число слова Рээ, Рэим, Ешубар, будет разбит. А, Ешубар в конце. Ешубар, в Ешубар, в Еруцат, в Ероцат. Будет разбит, и разбит Дебис, и вместе с ними. Кто там у нас остался в этом наборе, в моем. Мальбем, Роэ, Мэйньян, Едхабрут. Героа, Нифаль, Мэйньян, Шаушевер. Обратите внимание, что он вообще считает, что, ну, понятно, Ероа, там впереди Цейры, поэтому считает, что это Нифаль такой. А тогда в Нифале понятно, что делает Ваф. Он остался, выпал последний Айн, но остался Ваф, именно поэтому в словарях Роэа пишется с Вавом с лишним. Для того, чтобы обычно это означает, что в Нифале этот Ваф будет сохранен. Послушайте, глаголы, которые исключение, это все скучно, и это только для грамматиков, я бы сказал. Так вот, я по поводу ТОВРА, мне захотелось просто показать вам некоторую вещь. Первое, что мы видим, что у нас, вот, ну, безусловно, безусловно, по-моему, потрясающая красота по поводу Роэ Кселим Еруа. Это просто красиво. Потому что вот эта игра слов Роэ, друг, будет сокрушен, которые одинаково выглядят, у них как бы корень Рэйш, Айм в обоих случаях. Плюс ко всему, Голэх, безусловно, автор, вот это то, что я сейчас пытаюсь сказать, автор хочет игру слов. И то, что в слове Роэ, он видит пасти тоже в словах, потому что там ходят с мудрецами, а здесь пасет с дураками, пасет с дураками, бродит с дураками. значит, это как раз вот это самое. Вот игра слов, которая здесь есть, ее, ну, ни в каком переводе, обратите внимание, кто дружит с глупыми, сокрушен будет. Здесь игры слов, вся игра слов оригинала просто пропала. Но интересно, что Роэ, после Роэ нету связки. Вот Роэ, это хамим, а Роэ, как будто он их пасет. Да, 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 абсолютно верно. Я вас понимаю, что это абсолютно сознательно. Это даже не пасет, а пасется. Это скорее вот такое вот пасется с дураками. Это вот такая шутка. Но это шутка сознательная. Вот что я пытаюсь сказать. Это сознательная шутка оригинала, которую, безусловно, вот не видеть таких красивых вещей в оригинале это всегда обидно, потому что, ну, понятно, что ну, вот вот регулярно бывает Роэ Роах, например, в книге Мишлей, регулярно бывает Роэ Роах. Он же в Кагелет бывает, который, естественно, любой нормальный переводчик переводит, как пасет ветер. Да? Как бессмыслица, как это бессмыслица. Ветер, как пустота в данном случае. Но бесплодные усилия, если пасти, знаете ли, как нераскармливый ветер, он тебе приплоды не принесет и вес не повысится, ветер нераскармливый, чтобы как бы вот так вот. Вот. Но там еще повсегда, если вы посмотрите под водой, будет второе значение, это дружец ветра. как тоже некоторая бессмыслица. Но я на самом деле хотел в рамках того, чего рассказывал в прошлый раз, я хотел продемонстрировать некоторое место в Танахе, которое вот наши мудрецы по поводу вот этого стиха в книге Боришит, глава 4-7. Отнесли этот стих, так, я при этом сочетаю этот стих на русском языке, опять-таки я беру перевод Давида Иосифона сейчас. Ведь если станешь лучше, прощен будешь, а если не станешь лучше, то у входа грех лежит и к тебе влечение его, но ты будешь господствовать над ним. Надо сказать, что то, что этот стих абсолютно непонятен в оригинале, это общеизвестно, более того, мудрецы в трактате Йома говорят, что есть пять стихов в Торе, в пяти книжах, которые не имеют кэхрея, которые невозможно доказать, как правильно их читать. То есть есть ровно пять стихов в Торе, в которых мудрецы говорят, что они не понимают, как ставить в них знаки припинания и это означает, что это невозможно убедительно доказать, как правильно расставлять знаки припинания в этом стихе. И это первый стих в Торе, который не имеет, никто не знает, как правильно расставлять. сразу оговорюсь. Баалей Масора, вот для тех, кто, опять, я не знаю просто, что надо рассказывать, что не надо, но я упомяну. Масора, это слово не переводят ни на один другой язык, и так говорят Масора. И имеют, когда говорят Масора в таком виде, имеют в виду следующее. Есть традиция передачи библейского текста. Она была умсной до, скажем, восьмого века. Эта традиция Масора включает в себя написанный текст, причем с указанием странных написаний, неправильных написаний. Были созданы в начале книги, где просто указалось, что слово такое встречается семь раз с валом и два раза без валом. Например, вот так вот. Вот такие вот указания. Потом появились современные огласовки. Вот часть Масоры, то есть Масора это точный текст Анаха, но он включается кроме писаного текста. Еще огласовки и еще третью часть это знаки контиляции, это знаки, которыми снабжается текст, для того, чтобы указать, как его правильно читать, как сгруппированы слова предложения. Вообще-то это ритм, которым надо читать, в котором указаны, какие слова рядом с каким лежат. Но я не знаю, обычно я какой-нибудь беру ских и зачитываю по Масоре, как его надо читать. Но выглядит так. Вересиид барайлогим эдгэшамаем вэдгэарец вэгарец хайтатогу угогу вэхошэх аднэйтгом вэрухэлогим мерахэфэд аднэйхамаем вэймэр. Замечу, я читаю вот эти все удлинения слов, сокращения слов, паузы. Я читаю точным указанием с пометками, которые должны быть в выгласованном тексте. Это называются вот эти пометки о том, какие слова длинные, какие надо произносят рядом, какие надо разделять тщательно, какой длины паузы, где. Это знаки контиленции. И они как раз тоже в виде массора находятся. А где вы читаете текст? Я читаю стандартный, вот я взял стандартный текст пятикнижия в данном случае и начал читать сначала просто ровно по знакам контиленции. Просто я читаю как положено его читать. Но при полном отсутствии голоса, потому что при хорошем голосе это красиво довольно звучит, у меня, к сожалению, есть проблема управления голосом, но бывают. Но знать, как надо читать, я знаю, может быть, я плохо исполняю это. Ну, вот пятая глава, давайте, вот пятая глава, вот я попробую, вот пятая глава, вот сначала она будет звучать «За целью «За целью талдот адам» «Бйом бро логим адам» «Бідмут логим аса то» «Захару накива барам» «Ве варах отам» «Ве какая часть предложения, какие два слова надо соединять, какие разъединять, то есть это мощнейшая система знаков, кроме ритмов, это еще кроме указания ритмов, какому надо читать, и, например, вот, вот, работает это иногда комментаторски совершенно потрясающе, красиво, это у нас, ага, мне нужен Хавер Саран, мне нужен Виттубок, Ицхак Илья, благословение, ага, ага, ага. Благословение, значит, Эсав ест, Эсав ест чечевичную похлебку, да, и за это отдает первородство, все помнят эту сцену, да, вот сцена по знаком контиляции, это совсем, значит, по-русски, если читать, то это будет так, и дал Яков Эсаву хлеба и похлебку из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел и пренебрег Эсав первородством. На языке оригинала это будет, это будет вот, если по знаком контиляции, то есть, стихотворение «Въелых въябес», «Въехал въяш», «Въякам въъелых». Вторая строка, тоже очень короткая, «Въякам въъелых». Четыре слова. И встал, и пошел. И третья строка «Въевэсэсав» и «Пренебрёгэсав» первородцем. Вот эта длинная строка в конце показывает все отношения к этому делу. Вот это именно за счет ритмического построения стиха добиваются этого эффекта. Поэтому комментарий как бы очевиден. Он с легкостью ел и пил, с легкостью встал и пошел, и далее мораль. И пренебрёгэсав первородством. Это как бы моральный итог в форме морали, только он выражен ровно поэтическим методом, ритмическим методом. Это длинно высказано. Понятно, да? По этому поводу, хотя мудрецы говорят, что там пять стихов писания не имеют решения, то сразу скажу, что, естественно, в Массоре они имеют решение. И Массора, она не может сказать, авторы Массора не могут сказать, хотите читать так, хотите читать и так. Они делают однозначный вы. Причем я хочу заметить, знаки Массоры, они насколько важны. Вот сцена Каин убивает Авеля. Известное место, где Каин произносит «Разве я сторож брату своему?» Во-первых, оригинал, если не следить за огласовками, говорит так. «Хашумер Ахи Анохи». «Я сторожу брата». «Я сторож брата». Почему мы решили, что вот этот «Хашумер Ахи Анохи» – это вопросительное предложение? Почему оно не утвердительное? Например, комментарий, который я читал, мне он очень понравился, но он не имеет аналога в традиции, поэтому я его отметаю ровно потому, что он не имеет аналога. Просто если бы у него был источник хоть какой-то. Это не мой комментарий, но он мне понравился, но я потом проверил, он не имеет опоры в традиции. Значит, Бог спрашивает «Эй, Гэвэль Ахиха». Значит, перевод стандартный «Где Авель брат твой?» И сказал «Не знаю, разве сторож я брату своему?» Но слово «Эй» – это нигде. Слово «Эй» – это, конечно, вот это слово, оно редкое вообще-то довольно в Писании, но оно означает «что с… что с… что с Эвелем братом твоим?» Отвечает Каин, логий датя, я не знаю. Объясняю, почему он не знает. А Каин, вот это довольно важный момент. Вы, может быть, не замечаете, но в качестве современной шутки, которая в Танахе, конечно же, не предусмотрена, но у нас вегетарианец в этой истории Каин. Это вегетарианец убил мясоеда. Это Авель у нас пастух, а Каин у нас вегетарианец и убивает вегетарианец, убивает тот, кто возделывает землю. И по этому поводу он не знает, что такое смерть. У нас Каин не знает, что такое. Когда ему говорят, вот стоит Каин над трупом брата, его спрашивают Всевышний, где Авель брат твой? Каин говорит, что с Каином братом твоим? Каин говорит, я не знаю, я сторожу брата своего. Он стоит над трупом, но он не знает, что это труп, потому что он не знает, что такое труп вообще. Это первое поколение после знаний из рая. Никто еще не умирал. Вы ведь такое чтение. Обратите внимание, то, что я сейчас зачитал, оно не на силу и текст, не на грош. Оно не уклоняется никуда за исключением одной вещи. Той самый, который я отметил в зеленом цвет. Масора нам говорит, что Каин спрашивает, разве я сторож брата своего? Потому что вот эта огласовка Гэй, Хатав, Патах, вот эта. Это огласовка вопросительного предложения. Если в начале предложения стоит вот такое, ха, вот с такой огласовкой непростой, а огласовкой типа... Грэй, я не понимаю, что здесь ни одного... Ну, там, вот если огласовка, например, там... Ну, любое какое-нибудь слово выберите. То есть обычно огласовка при Гэй определенном артикле либо КамАц, либо Патах, либо иногда Сэгол, иногда Цээр. Зависимо от следующей буквы все. Но когда она Хатав, вот такой, с двумя точками, то это всегда вопросительное предложение. Кто отвечает за эти огласовки? Ответ Масора. Вот это традиция, которая однозначно проставила нам здесь. Это вопрос. Если я беру текст Торы, как он есть, как он есть в свитке, где масоретских знаков нет вообще, а есть только согласные значки, то получилось бы, я сторожу брата своего. Если мне никто не сказал, что тут надо вычитать, если бы мне не подсказали, проставив, то получилось бы, я сторожу. Но Масора однозначно, говорит, он спрашивает. Наверное, он знает, что такое смерть. И это я не знаю, это в надежде, а вдруг и свыше не знаю, а вдруг и Всевышний не знаю. И разве я сторож брата своего, это такая, ну, наглость. Значит, это по поводу, как работает Масора. Обратите внимание, вот эта огласовка, которая просто проставит две дополнительные точки под ГЭМ, сказала вопрос, не утверждение. Он не невинный, хотя, безусловно, мне очень нравится, и я хочу заметить, мидраши к этому месту, вообще к историю убийства Каина и Авеля, мидраш раба почти всюду старательно пытается доказать, что в этой истории, в истории драки, вот не в истории разговора Каина с Богом, который является сущим безобразием со стороны Авеля, но в истории с убийством говорить, что виноват один Каин нельзя, потому что мидраши, все мидраши в один голос говорят, что вообще-то они подрались на двоих, что это была драка по обоюдному согласию. Подрались так. Причем там есть мидраши, которые рассказывают про то, как Каин не знал, как убивать, откуда его знать. Рассказывается, например, про то, что вообще Авель был сильнее Каина и вначале он побеждал. То есть, как раз мидраши в истории с дракой, они как бы в истории, которая кончилась убийством, вообще-то пытаются сказать, что начало, там нельзя говорить, что однозначно виновен Каин. По разным причинам. Но это, наверное, довольно существенный момент. И в свете этих мидрашей, где как бы Каин, не умея убивать, он убил случайно, потому что у него нет опыта, даже устного, о том, как это делается, оно как бы... Тогда вот этот комментарий, я стражу брата, вот этот стоящий, растерянный Каин, который говорит... А чего это с него, почему это он не двигается, да? Он хорош, этот комментарий. Он ляжет на мидраши, только Масора говорит нет. Масора говорит, это вопрос, разве я сторож брату своему? Но в этой истории я все-таки хотел рассказать про вот этот самый сложный стих, вот который мы крашаем, стих, который не имеет решения, это вот этот стих. Я могу сказать, чем он сложен, этот стих. Значит, давайте по словам. Вот это ха-ло, вот, кстати, обратите внимание, ха-ло, вот этот хэй, он сразу вопросительное предложение образует, потому что, видите, огласовка хата-патах, горизонтальная линия с двумя точками, показывает, что это вопросительное предложение, читается как а. ха-ло, разве нет, да? Им-тей-тиф, сэт, вы-им-ло-тей-тиф. Значит, мей-тиф, корень тов, это очевидно, но оно используется по-разному. Либо сделать кому-то благо логотиф, лызулат, да? Как вот благословение, когда человек получает что-то хорошее, причем это хорошее касается не только его, но и окружающих, то он произносит благословение ха-тоф вэ-гэ-мэ-тиф, что всевышний благ вэ-мэ-тиф, дарующий благо, да? Это даровать благо, либо с чем-то справляться может быть. Мей-тиф – это еще поступать хорошо, или, например, мей-тиф, может быть, очищать. Например, мей-тиф – это очищать лампаду от нагара, делать красивым, да? Справляться. Но становиться лучше – это не так вот переведено. но давайте я опять сделаю то, что… где там это самое? перевод, которым я пользуюсь, нет, не это. с чего-то. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ведь если станешь лучше, халло, им ты идти в сет. Если станешь лучше, прощен будешь. Проблема вот с этим глаголом теперь. Вот этот глагол, который сет. Сейчас, можно секунду? А вот ты идти, это все-таки похоже на эфир. Да, это эфир, как мы идти, готовы за мы идти. В современном, вы видите, мы идти, мы идти. Это означает, что он как бы сделал мне хорошее, то есть не он сказал тебе, а кому-то другому. Не только. Не только. Значит, вот давайте я попробую найти. сейчас я просто покажу, как это выглядит. Значит, хотя, может, это какой-то смысл. В самом мате, я думаю, висят если бы вы и так, вы и идти, вот так далее. значит, например, в этап, но, и ему стало хорошо. Ну, в этап, да, но это не эфир. Но здесь-то эфир, ты тиф. Например, вот так. Я просто вот сейчас этот самый пример ищу. Ру-на-ли-иш-мей-тиф-ла-на-ген. Найдите мне человека, который умеет хорошо играть на арфе. В данном случае, это Шауль просто Давида. Обратите внимание наоборот. Мей-тиф-ла-на-ген. Умеет хорошо играть. Да. Вот в этой же форме, да? Ну, вот. В Малай-Тумиме написано мей-тиф-лэхэд. Это те, кто любит... Мей-тиф-лэхэд, это те, кто умеют хорошо ходить. Да. Для тех, кто ходит, вот, по-петь. Да. Вот, значит, тот, кто ходит едва-едва, идет по вот этой тропинке, а тот, кто хорошо идет, он идет по другой тропинке. Или, например, ну, на самом деле, вот такие примеры, вот, мей-тиф, который здесь сильно давит, вот этот мей-тиф-лэн-аген, он, на самом деле, сильно давит на понимание те-тиф-сэд. Подожди, потому что мей-тиф-сэд, значит, вот те-тиф-лэн-аген, это хорошо играет. А тогда мей-тиф-сэд, может быть, это хорошо встает, например, или хорошо несет, или хорошо прощает. Окей? Дело в том, что главный глагол здесь слов, глагол сэд. А как только появляется главный глагол сэд, то есть понятно, что это глагол носа. Да? А как только появляется глагол носа, то это появляет, мы попадаем в ту же ситуацию, как если бы здесь в английском стоял свой глагол get. Глагол get означает что угодно, как известно. Потому что словарная статья оборотов, в которых он появляется, она на полстраницы идет. Это вспомогательный глагол, который существует в огромном количестве конструкций. Окей? Точно так же. Китеса рож вне Исраэль. Когда пересчитаешь по головам сынов Израиля, не считай их по головам. Да, как мы помним. Китеса рож – это пересчитывать. Правильно? Ласек носить. Носо носи отсюда же на самом деле. Возвышенный. То есть, это что-то связанное с подъемом, но там огромное количество вариаций на эту тему. Но вот те, кто сталкивается с эвритом бытовым, вот на русское ухо очень хорошо звучит ребенок, который произносит има, а не холех липон. Да? Мама, ну дословно, мама, я иду упасть. Имеется в виду, я сейчас упаду. Потому что холех здесь как вспомогательный глагол выступает. Адам холех ламут, человек, идущий к смерти, вот дословно, да? Это библейский оборот. Но имеется в виду, сейчас умрет. Вот глагол носа, он того же сорта. И в каком из смыслов он здесь употребляется, нужно долго-долго разбираться. Но тут есть большая радость, потому что у нас явно есть противопоставление. Интитив сет, веймлотив тив, непонятно что, а если не, будешь хорошо. Дальше хатат ровец. Ровец, слово ровец, это редкостное слово, но то есть как редкостное. Оно встречается, это лежать. Но как лежат животные? Как лежит корова? Как лежит лев? Лежать, отдыхая. Это вот специальное слово. Адам, он у нас шохэв, да, он лежит. А животные не шохвим, а ровцим. Есть специальное слово для того, как лежат животные. Есть специальное просто слово. Так вот, про льва сказано. Нет, секундочку. Ровец может быть не только по отношению к животным? А когда про человека говорят ровец, то это он валяется. Как животное? Ну, обычно да, он валяется как животное, причем в обоих смыслах. По кайфу валяется на травке и валяется пьяным в канаве. А лаарбиц это и бить, и по-моему... А лаарбиц это уложить, на самом деле, это просто, оно перешло в значение поколотить, но это то, что в русском языке и уложил его на месте. Да. Да, это вот этот вот глагол лаарбиц, но вообще, вообще этот глагол, он тонахически к животным относится. К животным, да. По-моему, это, как это, случение животных, как это называется? Нет, это раба. Это раба, который рядом лежит. Но, кстати, вот этот вот переход, раба, это животные сношаются, когда говорят про крупных животных, то употребляется как раз вот специальный глагол, очень похожий на это, только не раба, а раба. Руве. Окей? Окей. Нетрудно догадаться. Тут же женщина есть, нет? Нет. Ну, лучше не выражаться вообще-то. Женщина есть, да. Нет, я не про выражаться. Но, на самом деле, глагол Руве, когда в старинных текстах применялся к людям, то имеется в виду анальное, это самое, анальное отношение. Да? Ну, это про урву, это от этого же... Нет, ни в коем случае, господи. Там айн, что ли, или что там? Там айн, конечно же. А-а-а. Не путайте, не путайте, пожалуйста, глаголы. Прияурвия, про урву, это вот этот вот корень, это который Ларуф, вот это. Понятно. Это Рав, от слова много, от него же Гарбе, например. Ну, да. А Раба с Айном, вот этот вот. А, это да. Это да. Вот этот вот. Я никак не могу понять, вам хорошо видно, надо ли увеличивать буквы. По-моему, нормально видно, тем более, каждый может у себя сделать больше и меньше. А, понятно. А Раба, это вот как раз это самое. Вы же догадываетесь, что корень, что здесь тот, что корень, что в слове Арба. Четыре. Ха. Это вот по поводу того, что такое иврит. Потому что животные лежат. А куда Алиф-то делаешь? Нет, Алиф появился для обозначения числа четыре. А Алиф появился для обозначения числа четыре. Животные ходят на четырех, поэтому четыре, это четыре ноги у животных. Да? Ну, да. Хорошо, давайте покажу второе, наверное. Хамеш и Камац. Они не похожи, но они из одного гнезда. Они не похожи, но на самом деле они связаны. Два слова. Пять – это вот пять пальцев, да, на руке. Да. А отсюда Камац – Кмица, да. Это сжатые пять пальцев. Да, да, да. А как он образовался, что-то не пойму. Вот Хамеш – Камац. Я не буду рассказывать, мы войдем в длинную теорию здесь по этому поводу. Образовался то, что слово Камац и Хамеш связаны, это такое, ну, довольно ровное место в лингвистике. Но мы переходим к уровню высокой лингвистики с объяснением, как слова переходят друг в друга, причем переходят друг в друга в эпоху дописьменную, как бы, регулярно. Это мощная наука, хорошо уже развитая, куча вещей, неплохо работает. Беда только в том, что туда регулярно прут ребятки вроде Фоменко, которые нихрена не понимают, и получают какие-то сногсшибательные результаты, которые все начинают нервно хихикать лингвисты. Ну, говорит, ну, вы же сами так рассуждаете, вы говорите, что А переходит в У, там, О переходит и, вы же все согласны. Лингвистов, в каком языке и когда? В каких языках и когда? Говорит, какая разница? Говорит, большая разница. Код и кит в русском и украинском, но вы врите, нет этого перехода. Нет этого перехода в других языках. Нужно знать время, когда эти переходы были и в каких языках даже переходы есть. Там каждый переход отдельно обсуждает, а когда человек глядит в потолок, говорит, есть такой переход, говорит, где? Говорит, везде. Сам читал. Везде читал? Нет. Так вот, там проблема. Лингвистика очень хорошо развита, и наука, но, к несчастью, туда лезут куча народу плохо понимающие, как все это устроено. Но дело в том, что давайте, чтобы не быть слишком сложным, я покажу одну цитатку, и вы сразу поймете, в каком смысле здесь слово носа нужно понимать. Как это ни странно, оно простое здесь именно. И вот почему. У нас есть стих, в котором сказано буквально следующее. на сайт и на тему сет, и на тему сет, и на тему роваться. Снесешь, вытерпишь. Если бы. Кстати, вот пример слова ровет. Если увидишь осла, врага своего, ровет, стах от масса, лежащим под грузом, да? Да. Лежащим переведено? Ровет, лежащим, да. Ну, как бы загибающимся. Ну, в данном случае упавшим, кстати, чтобы было понятно. сейчас, один момент. Здесь это, где это про льва, которое лев лежит и встал. Значит, это дворин где-то. Браха на Иуду, да? Да, да, Браха на Иуду, я пытаюсь вспомнить. Иуда, Гур, Ария, что-то такое. Сейчас я тебе скажу, я посмотрю. Иуда, Гур, Ария, Митера, слушайте, вдруг у меня вылетело из головы, а я забыл записать просто. это место. Сейчас извините, пожалуйста. ММТ-9 Это 49-й стих, 49-я глава, 9-й стих. Ага, вот, но осталось только его взять на иврите, этот замечательный стих, чтобы 49-я, да, ММТ-1 Да, ММТ-1 ММТ-1 Сказать тебе? Копировать. Просто, чтобы удобно. Сказать тебе то, что про его? Я уже нашел его, я просто его увеличиваю. Караравац, значит, Ягуда, обратите внимание, вот это, почему это так важно. ММТ-2 ММТ-1 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 Неолита, ты поднялся, да, от растерзаний, поднялся, кара, равац, карье, согнул колени, лег, спокойно, значит, Значит, лег ровать, как лев, как лови, это тоже лев, кто подымет тебя? Так вот, носа в данном случае – это подыматься. И на самом деле роветь – это лежать, а носа – это подыматься. Дело в том, что перед этим сказано, Всевышний обращается к Кайну и говорит, почему опала на фальм, панеха, почему ты опустил лицо? Ответ – если ты сможешь поднять лицо, на самом деле, носа, а если и даже если не сможешь, если ты сможешь ходить с горькой, с поднятой головой, если ты сможешь подняться, на самом деле, мы идти в сэ, если ты сможешь подняться, а если не сможешь, то у входа лежит ровец. Хатат – это в данном случае грех. И к тебе стремление его, и ты будешь властвовать над ним. Нетрудно догадаться, вот для того, чтобы понимать эту фразу, нужно просто чувствовать хорошо, где эта фраза сказана. А фраза эта сказана вот где. При проклятии Евы, Всевышний говорит, к мужу влечение, твое, Чука, влечение, вегу им шоль бах, и он будет властвовать тобой. Теперь, Каину говорится. Этот хатат, который лежит у входа, он влечется к тебе, как женщина Ева влечется к мужу. Но ты должен быть хозяином Ева. То есть, на самом деле, здесь говорится, действительно, очень любопытная вещь. Сможешь ты подняться или не сможешь подняться. Вот теперь эта фраза, на самом деле, в результате раскладывается очень хорошо. Дело в том, что вот это начало, которое пытается превратиться в условное предложение, по типу ирландского быка, название логического построения. Значит, если ты сможешь вынести то, 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 а если не сможешь, то у входа лежит грех. Так, в общем. И комментатор так и проделывает этот номер. Если станешь лучше, прощен будешь. А если не станешь лучше, то у входа грех лежит. И к тебе влечение его, но ты будешь господствовать над ним. Я не понял. Если ты не станешь лучше, то ты будешь господствовать над грехом. Я ничего не понял. Каким образом? Что вы имеете в виду? Имеется в виду, что и... Но, если мы отбрасываем в сторону вот эту попытку построить логическое предложение. Станешь ты лучше. Переводим просто. Если, разве неверно, станешь, сможешь ты подняться. Или не сможешь. Все равно, в любом случае, у входа лежит грех. И к тебе стремиться. Вот это природное качество человека. У входа любого человека лежит грех. Любой грех стремится к человеку. Или человек не будет. Но человек может властвовать над этим грехом. Здесь вот это сказано. Сказано, как это ни странно, действительно, фраза неожиданная. И Каину сказано совершенно неважно. Ведь что происходит? Каин жалуется на тяжелую судьбу. Вот ты пренебрег моим даром. Спрашивает. Спросил Хашим Каина. Почему тебе так плохо? Почему ты опустил ли ты? Почему ходишь с опущенным лицом? Сможешь ты подняться? Не сможешь. В любом случае, грех лежит у входа. И он стремится к тебе. Но ты, ты, хозяин здесь. Вот это сказано в этой истории Каина. Причем, смотрите. Это действительно крайне любопытная формулировка. Как бы получается, сможешь ты эту обиду, которая у тебя есть, за то, что твой дар не был принят преодолеть. Или не сможешь эту обиду. Вот у тебя обида на Всевышнего. Почему он мой дар не принял? Отвечает ему Всевышний. Эта обида, вот сможешь ты после нее справиться с ней. Не сможешь. Это неважно. В смысле греха, того, что будет, твоя власть над грехом всеобщего. Вот в этой фразе обязательно видеть то, что сказано Еве. Ты влечешься туда-то, он властвует. Вот здесь эти отношения Каина и вместе с ним любого человека. Они здесь ключевое некоторое. Потому что, ну, потомство Каина, оно, для тех, кто не знает, вообще-то, в Кабалея, Мошегель Гулькаин, неоднократно, неавеля Каина. Так вот, так как все люди немножко Каины, то ответ, в каких ты отношениях с Всевышним, кто почему-то на него обижен, это твои проблемы. Отношения с грехом – это другие проблемы. Они, грех – это и штука земная, и лежит на земле. Оно к тебе, и влечение греха к тебе, оно очевидное. Причем у меня такое чувство, что Писание специально пользуется странным словом «хатат». Вместо слова «хатаа» – грех, или «хэт» – грех, пользуется слово «хатат», которое имеет два значения. Основное его значение, как-то не странно, это очищение. То есть, кто лежит еще у входа, очищение, грех, значит, жертва за грех, которая называется «хатат» – это очистительная жертва. Для тех, кто знает современный еврей, хитуй – это стерилизация, в смысле медицинском, не хирургическое, а чистота в смысле, стерильность, да? Значит, хитуй – это стерилизация, по этому поводу жертва «хатат» – это очистительная жертва. По этому поводу я не исключаю, что здесь под водным камнем лежит, что очищение тоже лежит и тоже к тебе стремится. То есть, как бы мы имеем дело с великолепной игрой слов, что к тебе стремится и грех, и очищение, и ты властен и над тем, и над другим. Причем здесь действительно есть любопытный момент, что человек, властный над грехом и властный над очищением, вроде бы одно и то же по построению фразы, а смысл совершенно разный. Если человек властен над очищением, то он может очистить себя, а если он властен над грехом, то он может не взять себе этот грех, да? То есть, как бы, власть человека над грехом – это возможность отказаться от греха. Можно трансформировать просто слово «благо». Вот «каха». Это вот то, чего на сегодня было. Сейчас, секундочку, можно? А вот еще слово «пэтах». «Пэтах» надо понимать самым общим смыслом. У входа куда? А вот неважно где. У входа. У входа, из которого ты входишь и выходишь. На самом деле «пэтах» в данном случае – это на твоем пути. Неминуемо на твоем пути. «Пэтах» – это та часть пути, которую ты должен пройти туда и сюда. Это неминуемая часть пути. Понимаете, в чем дело? Если бы в Писании хотелось быть точнее, оно бы добавило слово. Но «пэтах» в данном случае – это стопроцентно просто неминуемая часть пути. Ну, вообще-то, конечно, загадочная фраза. Фраза загадочная. Шукатло. Но последняя ее часть однозначно нас отсылает к проклятию Евы. Ну, просто однозначно. Просто, если вы это не видите, то есть без этого я не вижу возможности комментировать. Это должно быть привлечено в обязательном порядке. Да? Ну, она почти дословная цитата оттуда. Нет? Я не знаю. Народ, говорите что-нибудь. Я боюсь, что слишком сложно. Я боюсь, что слишком сложно. Ты сказал Евы? Хава? Ты имел в виду Хава? Да. Когда я говорю Еву, я всегда имею в виду Хава. Не, ну, понятно. Я думал, что я не расслышал просто. Друзья, какая фраза? Я прошу прощения, что я... Извините, я эту фразу привел. Проклятие Еве. А, тшукатэх. А, это да, это да, это да. А вот ты что, не видишь, что это напрямую связанное? Да, да, да. Что я тут могу сказать? Да, ну, послушай. К мужу, к мужу, может быть, тшука, тшука, вообще мужчина, женщина, понятно. Но как к греху, почему стоит глагол тшука? Ну, тшука, это чисто человеческая страсть. Как может быть страсть к греху? Вот это непонятно. Наоборот. Страсть греха к тебе. Это грех к тебе. Сейчас, секунду, подними еще раз плюс наверх, и это самое, чтобы было видно. Давайте я уберу все лишнее, и сразу будет нам хорошо. А, вейлеха. Вейлеха, да, и к тебе тшукато, правильно. Да, конечно, вейлеха, тшукато. Да что с такой, он почему-то не стирается в этой части. Ну, оставь, неважно. Ну, оставь, неважно, это не мешает. В общем, лежит чудовище. На самом деле, я хочу свое оправдание, оправдание всем присутствующим сказать одну простую вещь. Я глубоко убежден в том, что Писание не хочет рассказать. Оно хочет упомянуть, и у меня есть подозрение, что за этим стояла какая-то устная традиция, которую мы просто не можем понять, которые из них, из тех, которые привели наши мудрецы. И это не мое чувство. Я же, когда читаю такие вещи, я читаю древние переводы на все языки, какие доступны. Древние имеются в виду первого, второго, третьего веков Новой эры. То есть, переводы, которым больше полутора тысячи. Это у нас есть греческий перевод, латинский перевод, арамейский перевод и сирийский перевод. У нас есть четыре древних перевода, которые до нас дошли. И тут происходит очень смешной момент. Когда дело доходится до ссоры Каина с Авелем, то вот эту вот фразу, вот эту, которую я не разбирал, и не разбирал я ее, потому что она грамматически понятна, она непонятна содержать. В восьмой фразе сказано, и сказал Каин Авелю, после того, как ему сказали, у входа грех лежит, и сказал Каин Авелю, брату своему. И было, когда они были в поле, и встал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Гошем Каину, где Авель, брат твой. Кстати, вы обратите внимание, я всюду произношу Авель, как принято в русском языке, он Гейбель, вообще-то там два Э должно быть, правильно? Должно быть ГЭВЭ. Вот это восьмая фраза, которую все древние переводчики просто встают на уши, потому что они видят разрыв предложения. И сказал Каин Авелю, своему брату, и было, когда они были в поле. Например, Септамьин-то сюда вставляет просто «пойдем, выйдем в поле». Но что сказал Каин Авелю? Ответ? Ничего не скажет. Медроши добавляют сюда, огромные диалоги в это место вставляют. Не напрашиваются. Но я склонен согласиться с Нахамой Лейбовичем, знаменитым комментатором прошлого поколения. Значит, она еще жива, кстати? Я не думаю. Я могу узнать, но я не думаю, честно говоря. Дело в том, что еще несколько лет назад мне кто-то говорил, что он ее навещает на ее уроках. Ну это сумасшествие. Ну ей лет сто должно быть где-то. Но она долго, ей действительно очень много лет было. Ну они когда переводили ее комментарии к Кумашеву, к Брешит, я у нее был дома, но она была уже пожилой человек. Слушай, это было 20 лет. Нет, нет, она ей, по-моему, лет сто. Ну я могу проверить. Ну она заведомо есть в Википедии. Мы ходили с кем-то к ней домой, я не помню, с тобой или нет? Нет, я к ней не ходил, я ее ни разу не видел. Нет, послушай, 12-го... В 97-м году она умерла. Да. Но прожила она 92 года. Да, окей. И причем до конца жизни продолжала работать. Да, 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 это я слышал, да. Вот, фантастическая женщина. Так вот, она просто старательно сводит все вот эти, какие были там диалоги в Медрошах по этому поводу, и упорно клонит к тому, что главная мысль Медроша сводится именно к тому, что мы сказали. Братья поссорились. Либо поссорились за денег, ну денег не было еще, поссорились о земле. Либо поссорились о женщине, либо поссорились о каком-то имуществе. И стал Каин и убил во время ссори. И Нехам Алейбович упорно бьет в одну точку. Медрош, вот не мудрецы, которые там три разных мудреца высказывают в своей точке зрения. Но Нехам Алейбович здесь говорит следующую мысль, что Медрош, объединяя в блок вот эти три высказывания, пытается сказать совершенно неважно, по какому поводу поссорились братья, если один встал и убил другого. Важен факт. Важен факт. Брат встал на брата. В результате разговора о чем-то. В результате ссоры братьев. Вот это важно. Вот то, что говорит Нехам Алейбович здесь. И она, безусловно, права в своем комментарии. Ее нельзя не признать правой. Но вот то, что Писание выкидывает этот диалог, я считаю, что это умышленное опущение событий, которое предлагает додумать самим. Вот каждый читатель может в меру своих представлений о социальной жизни общества, в меру своей испорчивости, в меру своей благости подумать, о чем они говорили и что за разговор кончился. Убийство. Но я хочу обратить внимание на следующее. Непонятная фраза седьмая, но нисколько не лучше восьмая фраза. Идут два стиха, которые заведомо и сознательно сделаны загадочными. Потому что как бы то, что происходит, если мы ставим свет из восьмого стиха, и стал Каин и убил своего брата Авеля, на фразу, которая явно по смыслу означает, что ты властен над грешить или не грешить, то у нас может сложиться впечатление, что как бы либо Каин не справился, либо Каин, ну понятно, либо Каин вполне понимал, что такое грех на этот момент уже. Вот это, и я подозреваю, что эта тема просто для медитации, она сознательно таким образом дана. То есть оставить вот это первое убийство на читателя. Я хочу здесь добавить одну вещь, которую куча народу почему-то плохо понимает. Тара и весь Танах вместе взятый не являются назидательной книгой, кроме пары глав книги Мишлей. Она не любит давать прямых назиданий. Тара действует по-другому абсолютно. Она рассказывает, а морали предоставляет выводить читателей. Я пытаюсь сказать некоторую важную вещь. Тара не является детской книгой и никогда таковой не была. Никогда не предполагалось, что это книга для чтения детям. Это для взрослых думающих людей. Причем думающих, я не имею в виду интеллектуалов, я имею в виду на людей, способных думать. Я видел думающих людей, знаете ли, в самых разных слоях, включая деревенских бабок, слабо-грамотных. Ну, грамотных читать мы могли, но с образованием четыре класса. Очень умные, думающие люди. Когда я говорю умные, я не в виду интеллектуала. В смысле, я человек с высшим образованием, со всем инструментарием высшего образования. А я в виду людей думающих. А люди думающие есть всех слоев и всех образований. Так вот, тара написана для людей думающих. И предполагается, что думающий человек понимает несказанное. Вот то, что я готов повторить 25 раз. Тот, кто в рассказе о Якове и Эсаве, тот, кто в рассказе о Абрааме и Ишмаэле и Агаре, не видит еще одного действия. И тот, кто в рассказе о Юсефе, это особенно ярко. Тот, кто в этих рассказах не видит персонажа, о котором ничего не сказано, а именно Всевышнего, который плетет ткань истории, тот плохо понимает, что ему сказано. А там всюду вот этот, ну, если мы говорим о литературной стороне вопроса, вот этот персонаж, который не назван регулярно по имени, не упоминается даже о том, что он как-то что-то делает, да, он там присутствует, и он там подразумевается. И его надо уметь там видеть, и он там есть всюду. И это очевидно и сделано с помощью серии намеков. Потому что иначе, например, рассказ про то, как Юсеф обманывает отца и выдает себя за своего брата, а потом обманывают его и отдают ему Лею вместо Рафель, иначе вы просто не понимаете, что это, вы зря думаете, что это два разрозненных рассказа, они не разрозненные. Это один рассказ. Это один рассказ. И кто стоит за вот этим сплетением, причем замечу, что этот рассказ не отрицает воли Ицхака, когда он делает это, и воли Лавана, когда он подсовывает одну свою дочь вместо другой. И тот и другой поступили как свободные люди. А то, что Ицхак, извините, Яков во второй истории оказался страдательным залогом, страдательным персонажем, это уже, извините, это уже не он выбирал, это за него выбрали, и понятно, кто выбрал. то же самое. Этот рассказ заведомо рассказан для подумать, вот этот рассказ об убийстве Каина Адема. Кому интересно, я в качестве такого легкого финала рекомендую прочесть, он есть на русском языке, книжку Анри Нейра, где он в комментариях к Гэлла, там, где сказано Хавель Гэдели, многократно, Суета-Сует, то, что на русский переводят, но ведь Суета-Сует, это Гэвель, да? То, что переводится на русский Суета, это тот самый Гэвель, тот самый брат Каин. И читать Анри Нейра, ну, во-первых, вы получите удовольствие от чтения хорошо написанной статьи, такой литературно красиво выполненной работы и от литературно умного человека. Анри Нейр по этому поводу пишет по поводу Гэвеля здесь в рассказе о Каине Эвеле, что ведь Гэвель, он так, ну, слово Гэвель означает пар, пар, который, ну, вот, над котелком с водой вьется, вот, не слегка такой литературно. Эфемерность, если вот в русском языке нету слова эфемерность, к сожалению, я не знаю ни одного хорошего слова в русском языке для этого, но это вот она. И вот Каин, он как бы, Гэвель, он как бы дымком таким прошелся над землей, он же не оставил потомства. Вот такой дымок над землей, кистый, страдательный залог. Вот, кстати, вот, означение имен, советую просто тоже на тему эврита, просто думать, имена регулярно оказываются значащими. И Гэвель, вот этот вот, то, что впоследствии будет сказано суета-сует, или оэфемерность бытия, если хотите, или быстро приходящая жизнь, это как раз тот самый Гэвель. Каин, как нетрудно догадаться, корень здесь киньян, приобретательный. наоборот, человек мощно связанный с этим миром. И вот понимание значений имен иногда полезно. Иногда можно не понимать, но иногда понимать значения имен полезно. Окей. Тогда давайте кончать, и так затянули. Я хочу сказать следующее, что мы тут с Натаном обсудили, и в следующий раз я думаю, что не надо таких сложных тем брать, а что по-моему слишком сложно. Хотя вам виднее. Сейчас очень интересно. Да, подожди, народ протестует. Ты говоришь сложное. Не бояться от них. Я просто боюсь, что вот этот длинный разбор пословный, он слишком... Не, 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 очень интересно. Потому что интересно. Не бойся, все хорошо, да, давай дальше. Теперь не боюсь. Пожалуйста, продолжайте. Продолжать. То, что я собирал, можно продолжить вот такие вот занятия сложным местам, можно начать рассказывать некоторые идеи книги Яцера, которые про буквы, про буквы и слова. Ну, надо говорить для большинства народу, действительно, смотрите, тут вот были голоса людей, все-таки понятно, что мы, мы как бы, я говорю, мы, да, кайфуем, те, кто понимает иврит, да, тогда это полный кайф, вообще наслаждение. А тогда проблема с тех, кто не понимает иврита. Да, правильно, если представить себя в роли человека, который не понимает иврита, то, в общем, это дебри на самом деле. Тогда надо начать сефир Яцера как раз. А что народ, вот народ, который молчит, да, вот мы оранжем. Я, 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 я не понимаю, ивриты, я говорю. Там обсуждаются ведь не слова, а буквы. А буквы, они как бы буквы, да, как бы не нужно знать иврит, чтобы обсуждать свойства ивритских букв, потому что мы хотели доказать запредельную грамотику. Я тоже так думаю. Я ивриты не понимаю, но так же думаю. С этого, что вы сказали? Что про буквы, что не обязательно знать иврит, чтобы интересоваться значением букв. А я скажу, обязательно знать иврит. Обязательно знать иврит. Я его выучу рано или поздно. Обязательно знать иврит. У меня, как у человека, не знающего иврит, вопрос. Еще хуже, потому что регулярно приходится обсуждать иврит, такой уже сверхквалифицированный, не начинающий курс. Кто как знает иврит, я хочу заметить одну довольно важную вещь. Вот я учил иврит, и у меня приятель один, ну, приятель, знакомый, учил иврит. Тот знакомый был музыкантом и играл на трубе. Когда он приехал в Израиль, он устроился с дикой скоростью в течение месяца и стал, Натан знает, о ком я говорю, стал трубачом в полицейском оркестре. Саша. По-моему, да. Салон Трубачев в полицейском оркестре. Который в Америку уехал в какой-то момент. Не знаю, уехал ли он в Америке. Я могу вспомнить. Но он в Маханаймской школе не жил. Да, он в Америке, в Америке. В Америке. Значит, я смотрел, как он учил иврит. Это была фантастика. Он учил его с дикой скоростью. Он употреблял правильно слова, которых он не знал при этом. То есть, это вот такое вот чувство языка, какое-то запредельное чувство языка, которое говорят... Мы не такие. Ну, мы не такие. Ну, мы тоже что-то. У меня вопрос. Минутку, дайте я кончу. Я учил язык в группе, ну, в Москве. В группе нас было шесть человек, шесть математиков. И преподаватель математик. По этому поводу... Кто? Скажи имя, кто? Хасин. Не, ну, это было... Значит... Значит... Преподаватель тоже математик. По этому поводу мы учили иврит как структуру, как глагольные структуры со всеми беньянами и мешкалями. И нам было легче изучать именно структуру иврита. Поэтому, как бы, грамматика родной дом для нас был. Мы все восторгались именно потрясающей логичностью иврита. Он потрясающий логичный язык. Именно вот логика. И это было очень удобно. По этому поводу ульпаны, которые не любят изучать логику, я всегда обижался. Но при этом я признаю, что не всем годится такой способ изучения. Абсолютно не всем. Как знание грамматики во всех вариациях. Я не утверждаю, что это нужно всем, но есть люди, которым такой подход очень подойдет. Послушай, ивриты учили не только математики, я тебя уверяю. Хотя было большинство нависок математики. Это же знаешь... Там лирики тоже учили, лирики тоже учили ивриты, я тебя уверяю. Знаешь, как мне объяснял один знакомый врач-психиатр, говорю буквально следующее. Все эти наши теории существуют для врачей, а не для реальности. И какому врачу какая система удобна, какая теория, то это пользуется. Главное, чтобы ему было удобно. А что в реальности, это абсолютно не важно. Я бы сказал, на мой вкус, да, но можете сказать, что я не прав. Я бы попросил хотя бы еще один урок в духе того, что мы сейчас делали. Может быть, с акцентом больше, как ты делал, сделал, как мне кажется, в конце урока на некоторое обобщение, как понимать тонах. И может быть, меньше именно в сторону иврита. Мы просто как бы... Я не выдержал тоже, говорил что-то про иврит, поэтому у вас будет очень интересно и близко. Тогда вопрос. Вот это первые вариации на тему пасущий дураков будет разбит, да? Да. Это хоть подходит или тоже... Это потрясно. Но опять, это потрясно для тех, у которых иврит, но опять, я имею в виду, хотя бы часть присутствующих. Он как бы на слуху, когда ты слушаешь каблана-подрядчика, который тебе говорит, что крыша будет трястись, она ненадежная, рао, да, и тут встречаешься с этим. Ну, понятно, что спокойно сидеть тяжело. Ну, знаешь, про иврит я всегда люблю рассказывать тем, кто не знает иврита. В иврите есть слово «бокер» – утро и слово «эр» – вечер. «Бокер» – корень «бакар». В смысле точно проверять. А «эр» – это смазывать, смешивать. Так вот, когда краски смешаны, это «эрф». Это да. А когда они становятся ясными, это «бокер». То есть, в результате припевательская строка «вечер размазал краски бытия», в иврите просто уже свернуто в одном слове «эрф». Да, 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 да. А утро красит нежным цветом. Нет, утро не красит, это что там, утро. Красит нежным цветом, да. А вот это «бокара». Наводит точные черты, значит, оно прямо в слове «бокер» есть. «Бокер» – это пульт управления. Это «бокара», да. «Верхазбокара», да. Да, да, да. Окей. Значит, ну хорошо, давайте чуть-чуть меньше. Надо поискать стихи, где чуть-чуть меньше грамматики и чуть-чуть больше слов. Я понял, это не так сложно, как кажется. Окей. Подберу я что-нибудь такое симпатичное. Я хочу только слиха, я хочу всех только призвать и сказать, что мы находимся на грани закрытия нашего курса по ивриту, потому что там присутствует в последние занятия только один человек. Поэтому, смотрите, это уникальная возможность, бесплатный курс с отличным преподавателем. Именно в сторону того, что мы изучаем, я просто дико призываю, а именно Рафея Илья Оливинштейн, я, который тратит огромные усилия для того, чтобы подготовить и забрать недельные разделы и все, и 5, и 5, и 5. Я вас просто призываю к тому, чтобы серьезно заняться ивритом. Это самое главное. Души, храм, жертвоприношение, все замечательно, но только через иврит. Это можно? Вопрос-то можно? Да. Можно вопрос? Да, да. Там, где есть, там, во фразе, где влечение, да, греха, его повлечет за тобой, там не имеется в виду случайно преследование и последование? Нет. Последование все время будет идти рядом, нет? Шука, это, сейчас скажу, вот вы слышали, вот для тех, кто опять знает иврит, вы видите в слове «шука» слово на «щека». Шука, да, поцелуй, да, выпавший нун, нун выпадает, как известно. Поцелуй, так вот, «шука» это страсть, которая не выходит дальше поцелуев, потому что там, как бы, не предполагает, это именно страсть стремления, а не, то есть это до того, как марш в койку, грубо говоря. До того, как что? До того, как марш в койку. Это до койки. А, марш в койку, я понял, да, я думал, что это не ведь что-то сказано. Нет, нет, это русское. Как это с оружием связано. Это до «чука» это вот хочется. Это как раз то, что может сказаться, это стремление именно, но оно не играет. Ну, «шука» там тоже есть, но «шука» там тоже есть. Слушайте, ребят, мне надо кончать. Хорошо. Все, на этой ноте, на этой замечательной ноте я предлагаю закончить. Да. По-моему, был сегодня замечательный урок, полный балдеж. Я призываю всех принять максимальное участие. Хорошо? Окей. Все, тогда кончаем на этом. Окей.